Начинаем мы с другого сообщения. Некачественные продукты выявлены сразу в нескольких соцучреждениях Иркутской области. В зоне риска оказались самые незащищенные дети и больные. Ведь не исключено, что из провизии сомнительного качества они разготовили им еду. Сегодня стало известно о четырех проблемных заведениях. Так, в Тулуне, в детском саду, хранились мясо, рыба и яйца без маркировки и сопроводительных документов. Такие же нарушения выявлены и в двух детсадах Нижнеудинска. А в одном из психоневрологических интернатов области при проверке инспекторы обнаружили животноводческую продукцию с истекшим сроком годности и мясные полуфабрикаты без документов. Отметим, что регулярно нарекания специалистов ветнодзора вызывают и крупы, из которых готовят блюда в соцучреждениях. В этих продуктах постоянно выявляют опасные примеси и паразитов. При этом в декабре мы рассказывали о фальсифицированном сливочном масле, которое в больших объемах попало в больницы региона. Чтобы переломить ситуацию в Иркутской области, сейчас создана специальная комиссия. В нее вошли представители нескольких структур, в частности МВД, ФСБ, налоговые службы Роспотребнадзора и Росельхознадзора. Перед комиссией поставлена задача разработать механизм централизованной закупки продуктов для учреждений здравоохранения и образования. Сейчас же организации это делают самостоятельно и, видимо, не всегда до конца контролируют качество поступаемого товара. Продолжение следует...